Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробности. Из них не могли представить, что есть на свете города, где инвалиды не чувствуют себя не такими, как все. В нашей студии Наталья Епихина, руководитель фонда. В каком количестве вы ездили и, собственно, главная цель? У нас ездило 15 человек. Это наш проект, который профинансировал правительство Рязанской области в виде гранта Министерства территориальных образований и общественных организаций. Этот проект называется «Мир без границ». Цель этого проекта – рассказать людям и снять фильм о том, как могут путешествовать люди с различными ограничениями здоровья. Мы брали специально детей с разными особенностями. Да, у нас был один ребенок, самый сложный, который даже не сидит. Два ребенка у нас были на коляске. Были слабовидящие дети, слабослышащие. Были с ДЦП, с ограничениями определенными в движении. Первые трудности, с которыми вы встретились, они в любом случае были. Может быть, какие-то бордюры высокие или отсутствие понимания со стороны людей. Или, может быть, сразу все как-то старались помочь или делали круглые глаза. Зачем, собственно, все это? Эта поездка как раз и предполагала, что будут трудности, и мы должны найти пути, как их решить. Ну, конечно, с первыми трудностями мы столкнулись в России, потому что, к сожалению, у нас... При транспортировке, вы имеете в виду? При транспортировке, хотя мы и запаслись раздвижными пандусами, Министерство социально-защитное население нам помогло. У нас был автобус, где можно было поставить коляску. Но, к сожалению, высота бордюров, даже пандус не позволяла угол наклона сделать, который требуется. Ну и, конечно, у нас были проблемы в аэропорту, потому что первая трудность, с которой мы столкнулись, это... Мы брали специально две коляски разных типов. Одна была электрическая с электроприводом, другая была обычная коляска. И коляска с электроприводом превысила незначительно на 44 килограмма вес свой. И авиакомпания отказывалась ее брать. Но, к счастью, в поездке мы столкнулись с людьми достаточно понимающими, добрыми и удивительными. Разница чувствовалась, когда вы прилетели уже в Мюнхен, Амстердам? То есть там по-другому или там те же самые проблемы, просто иностранный язык? В принципе, с проблемами передвижения не столкнулись. И чем были несказанно рады, особенно дети, они не хотели оттуда уезжать, потому что они почувствовали, на самом деле, что... Что они могут быть самостоятельными хотя бы ненадолго. Вы знаете, наверное, я скажу, что они не инвалиды. Что инвалиды – это искусственное созданное название. Потому что создать для человека доступную среду, и он чувствует себя, и другие чувствуют его полноценным гражданином, потому что он сам может все делать, ему не нужна никакая помощь. То есть, пожалуйста, он может заехать в любой магазин, он может передвигаться с самолета в аэропорту, на вокзале, на поезде, на автобусе. То есть, никаких ограничений нет совершенно. То есть, даже все ребята отметили то, что сам автобус каким-то способом наклоняется на бок, чтобы люди и пожилые люди... В России до этого далеко? Нам далеко, потому что у нас даже автобус не подъезжает... Нескопольный автобус даже не подъезжает к остановке, чтобы можно было туда забраться. То есть, ваша цель была посетить элементарно магазины, музеи, поездить, походить по улицам, чтобы понять, что все доступно? Да. Начиная от аэропорта, проживания и посещения разных музеев и магазинов. Где вы там жили? Мы жили в гостинице. У нас было два номера специализированных, которые были приспособлены для людей на инвалидных колясках. Они были громадные. Было приспособлено все, включая санузел, раковина опущена на определенный уровень. И я думала, что я очень много всего знаю по доступности среды, по инфраструктуре для людей с ограниченными возможностями здоровья. Но удивилась странной веревочке, которая тянулась от потолка до пола. Ну, естественно, мне нужно было опробовать что-то за веревочкой. Оказался это экстренный вызов. То есть, человек, упав на пол в санузле или что-то с ним случилось, он может дотянуться на любом уровне до этой веревочки. Потому что эта веревочка в нескольких местах висит. И сразу приходит с ресепшн, спрашивает, все ли у вас в порядке. Сразу идет сигнал на всю гостиницу. То есть, мы разбудили всю гостиницу. Все ли у вас нормально, все ли у вас хорошо. Впечатлений масса. Впечатлений масса. Сам фильм, собственно, для чего вы его снимали? Чтобы показать его в России, чтобы продемонстрировать где-то, чтобы привлечь чье-то внимание. Смотрите, как есть, и неплохо было бы нам тоже это иметь. Ну, знаете, наверное, цели несколько. Но в первую очередь нам хотелось бы сказать людям с инвалидностью, что жизнь не замыкается в четырех стенах. Что можно путешествовать, нужно выезжать. Посмотреть, как живут другие. И кто, как не мы, могут продвинуть эту проблему. То есть, говорить об этой проблеме, что нам нужно тоже что-то привнести. На самом деле, и наши мечты тоже сбываются. Какой будет хронометраж? Какое будет название? Думали ли вы об этом? Там будет один герой или несколько? Нам, как журналистам, хочется, естественно, узнать подробности. Материал много отснято. И мы планируем, что будет, наверное, не один фильм. Мы не выключали камеру практически? Мы практически ее не выключали. К сожалению, не удалось снять в аэропорту нигде, потому что это было запрещено. Но я думаю, что мы выйдем из положения. Может быть, каким-то рассказом. Но мы хотели бы, наверное, вообще фильм просто рассказать о путешествии. Один фильм сделать методический для всеобщего обозрения. Выложить его на нашем сайте. Как это может быть. Как это может быть. И что нужно для этого делать. Например, вы захотели путешествовать, начиная с самого начала получения визы и заканчивая прибытием на родину. То есть, полностью пошагово, как можно путешествовать. Ну и, наверное, хотелось бы фильм о доступности среды. Что необходимо и что, в принципе, не так много и нужно для того, чтобы помочь людям с ограничениями передвижениями жить нормальной жизнью и чувствовать себя инвалидами. А вот там удивляются рассказом ваших сотрудников, волонтеров, детей? Ведь вы с квадратными глазами смотрите на все веревочки, приспособления. Наверняка и они на вас тоже. О чем они спрашивают? Почему они больше удивлены, что нет чего в России? Они удивлены тому, что мы приехали. Что мы собрались в такой большой компании и что приехали, несмотря ни на что. И что мы путешествуем, встречаемся со всеми, рассказываем о себе. Кроме того, мы попали еще на для нас неожиданное, но удивительное мероприятие. Было 25 лет партнерства в Министерстве Рязани. Нас пригласил к себе бургомистр в ратушу, где было все сообщество. Представители нашей администрации Рязанской, 10 фотографов рязанских, которые организовали там выставку, посвященную партнерству. Это было потрясающе для нас неожиданно. И нас принимали как таких дорогих гостей. У этих ребят в жизни вообще как все происходит, которые ездили? Вот разница велика все-таки. Они сейчас вернулись домой, и, наверное, у них вот еще осень, вот эта погода. Наверняка им грустно сейчас. Вы знаете, мы продолжаем общаться. У нас есть клуб, наши дети, где мы встречаемся по субботам. И ребята приходят делиться впечатлениями. Вы знаете, вот мне что понравилось в этой поездке, даже недоступная среда. Но как бы это все замечательно, все здорово. Но самое главное, наверное, для ребят, что они научились жить самостоятельно. Потому что они жили одни. В двухместных номерах. То есть они сами себя обслуживали. Ну, конечно, мы им помогали. Но все-таки они жили одни. Как сказал наш психолог, который с нами ездил, Ольга Костюшина, Она сказала, что приехало 15 я, а приехала одна общая мы. На самом деле она так и была. Потому что ребята подружились, нашли себе друзей. И, что удивительно, последние два дня они для нас, для взрослых, готовили квесты. Квесты были потрясающие. Мы бегали по всей гостинице, искали клад. Но это было очень трогательно. И так неожиданно. С клипами в коридоре в темном. Саша на инвалидной коляске с электроприводом. Он подсвечивал это все мероприятие. То есть фарами было так очень интересно. Что бы Вы сказали сейчас всем, кто нас смотрит? Кто сейчас дома, у телевизора и, может быть, не имеет возможности спуститься со своего пятого этажа, чтобы просто подышать воздухом? Ну, я скажу, наверное, что нельзя оставаться в своих стенах. Нужно мечтать. И всегда мечты сбываются. Нужно просто верить, надеяться, искать друзей через интернет. Нужно бороться. И... Соратников. Искать друзей, соратников. И все получится. Спасибо большое. И я всем напоминаю, что это была программа подробностей. Оставайтесь с нами. И до новых встреч в эфире.